Так, все, я здесь скиллос какую-то рассылку сделал Изи 160 баксов Спасибо, револьвер Ну что? Ну что, ребят, не слонговал я, к сожалению Ни хрена Ну да ладно В общем-то Ждем продолжения Сегодняшнего дня Сейчас вам сетку покажу Кстати, надо ведь... А, все нормально Так Не, сегодня не будет больше Нарьева играть, наверное Я не знаю, что там Кинчензерк будет делать Или не будет Так, из Брингер Аверс Контрол Эникма Гладиатор Так, так, так Мастер Уася Маус, Милка Нирансим, Пилу, револьверчик здесь есть Корички всякие играют Корички всякие играют А сколько завтра у Лескон? Так, так Так, так 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 Продолжение следует... 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 Так, сетка, говорят, готова. Да, готова сетка, ребят. Давайте глянем сеточку GoFoSK. Посмотрим, что же надо нам смотреть. Ребят, всех еще раз приветствую. Будем поддерживать, надо. Так, нет, никаких продолжений не будет. Насколько я понял, Ким Чен Зерк уже ушел. Вот, и все ушли. Ну, а вам просьба поддерживать, естественно, меня и мой канал. Сами знаете как, реквизиты в описании через плеер. Так, возможно, если Аверс выбьет этот челла, будет с револьвером играть, кстати. Надо бы туда ворваться нам. По-любому, Мистер Килл здесь, кстати, тоже бьется. Мастер Вася, давайте-ка к Аверсу мы прорвемся. Мистер Вася, давайте-ка к Аверсу мы прорвемся. Научить тебя в Старкрафт играть Ну смотри мои стримы Играй побольше Вот и все ты научишься Делать хорошо Ну вот я и буду К Аверсу пытаться прорваться Чтобы потом прорваться в Аверс Рева Не знаю будет Рева катать или нет После шоу матча этот вопрос Конечно Но я думаю что да будет Так Субтитры сделал DimaTorzok Так ребят Сейчас подойду Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, у него да, только в четвертом туре более-менее игроки будут Хотя Велоцераптер во втором Все-таки скиллс, я думаю, посильнее Так, короче, надо было куда-то врываться Походу, не ждать скиллса А то я что-то жду, ой, в смысле Аверса А то я жду его матч И пока ничего не стримлю получается Контрол Кстати, играть будет сейчас Так что рекламу я забываю Пильнуть совсем Да и что-то не вижу, реклама никакой А вот Суавер зовет, отлично Все, реклама пошла, ребят Спасибо всем, кто от блоки отключает Завтра помните, что Близкон будет Два на два или три на три Возможно будет завтра С братком и с Димагой Кто тут, не помню, алмаз что ли? Чел или что это за лига? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Реберс что-то рандомом решил копнуть что ли Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Привет, Валоми! Привет всем, ребят! Поехали! Наконец-то Аверс против... Да, это алмаз, судя по всему Но тут изи, и Аверс дальше против Ревы По сетке должен играть, по идее Это я и хочу сейчас посмотреть сегодня Погнали! Тем более, здесь был один до 1-4, естественно До 1-4, раз, два, три Три игры сыграть, в принципе Если с первого тура начал, как Аверс Это был один из самых сильных Так, если премиум, ну если премиум от блог отключать надо там, где ты не залогинен в премиум, в других каких-то браузерах, видимо, я не знаю. Вот, здесь у нас в проксе 2 барака рипера, или даже 3 барака рипера, 3 даже барака рипера от Аверса, но я думаю, он должен, учитывая, что оппонент уровнем ниже намного, он должен избивать его, как бы, этим билдом. Ну, сейчас посмотрим, что из этого получится. Да, это сверхранние 3 барака рипера в стиле ютермала. КСН-ки домой возвращаются сейчас. Хорошо, но ближние минералы рабочие расставлены. Ну, тут минус, минус виолентик вот этот вот игрок. Это очевидно, да, становится сейчас. Риперы очень больно делают. Королева, конечно, вышла, но что тут королева может сделать с этим всем происходящим? Да ничего, собственно говоря. Сейчас риперы отрегенятся, немножечко королева можно подбить будет. Королева Аверс еще подкидывает неплохо. Здесь 5 риперов, это ваншот лингов. Вообще, в принципе, нужно контролить так, чтобы все стреляли просто. Ноль дронов оставят у ГРГ. Понятно, что ГГ. Я не научу, говорит, проигрывать, рипел линам ГГ. Ну, Аверс просто, чтобы время сэкономить свое, как бы, так, сыграл. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, аверс что-то там ожидает. Вот так вот. 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 Аверс приходит. Вот так вот. 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 Вот так вот это вот. Вот так вот так вот. Okay. Вот так вот. И прямо на одну одну Заказан гелик, два марика, старпорт Пошел ЦС, щекури его видят Все стандартно, абсолютное начало Для зерга я бы сказал, что не ахти Сейчас еще Аверс в контратаку полетит Можно рипера мою и парабам Пострелять будет неслабо Не понял, зачем Аверс тут летает-то Так, два марика, гелик есть у Аверса Можно с рипером вместе было бы уже на самом деле Прогнать лингов этих Рева увидел рипераж, подстраховывается Возможно, да, возможно Это как раз-таки предыдущая игра Сказалась на выборы стратегии Ревой Вот Так, Лэйр Рауч Ворон пошел Кажется, какая-то, я не знаю, может это даже будет что-то сверхагрессивное, я не знаю А может быть это оборонительный, я не знаю, Рауч Ворон Проверяя Аверс здесь ничего нету Линги, вон они где стоят сбоку, смыканы Переныкал ревчик лингов Интересное здание такое делает Сейчас, кстати, может быть очень такой сильный выход на как раз-таки Хелбата Баншах Спевает троллить ревчика Да, мне кажется, что может Аверс так и не особо потролливал, там написав Может действительно не среагировал Так, здесь Линга сжигаем Или не сжигаем Линга сейчас может на рампу забежать Линга забегает, и Линга все разве Ну что такое за ошибки-то от Аверса странные Здесь 9 раучей заказано Мух не делается, ничего не делается Линга Аверс все-таки спилил Будет это мех от него, интересно, или что-то другое Так, Банша летает Аверс видит Оверсера прекрасно И собирается уезжать Понимая, что здесь будет Молодец Аверс, смотрите Увидел Оверсера и Лрауч Ворон Понял, что холба-то здесь практически бесполезна И не стал ничего делать, в общем-то Баншой тоже улетел Сейчас еще гелики проезжают Но центр он контролит, как бы это самое главное Линга в лево всех потерял На забегании, видимо, на еще одном Ревен пошел Так, 2 плюс факторки добавлять В третье сэшика Все надежно В любимой мех Аверса идет выход Так, здесь газ на правил рабочих Да не в тот Вот в это сначала надо было направить Аверс он в верх не направил Минераль он не сдал еще Неприятно этот момент Здесь еще третье Вообще не раскачано, кстати Надо Аверсу срочно танки добавлять Без танков он не сможет вытащить здесь Баншу отдает Неприятная отдача Видишь, что треть не раскачано Баншу уводят Просто вижу, что шпиль поперт Здесь фактори Надо лабы как можно быстрее делать А в арморе делается Плюс один Лабы пошли Ревен будет Ревен есть уже Да Не видно никаких выходов пока Древо Сканит мейн Аверс И шпиль спалил Сейчас мало Набазоиде активировал Премиум на ваш канал Спасибо, Набазоид Так, Либератор отажился Заходит ручек Третья сэшечка Здесь орбиталка Как вы видите Толбатами вот сюда Лучше не лезть Здесь краевая оппозиция Для толбатов Ну их достаточно Вместе с Баншой Чтоб ручей отогнать Надо сейчас пару танчиков Чтоб доделываться Они доделываются Либераторов много заказывают Туретки строят Аверс Это ту антимутка Туретки тайминговые Ну они подрежут Это кривая туретка Смотрите, минерал вокруг Вынужден носить рабочий сейчас Так, опять пришли ручки Опять начинает напрягать Газ отменяет Рева Аверсу Нужно танчик ближе Вот сюда к сэшечке Прям подвести Один-один сюда Нужно бы к проходу подвести Я думаю Еще две факторки пошли Вторая атака Заказана Сейчас на технику Гидроден пошел У Ревы Подземная ему делается Четвертая хата Заказана Так, набазует Это не к тебе Но для инфы Сложно купить Прямо из Украины ГЛХФ Спасибо тебе Я только не понимаю Что не ко мне Спасибо за подписку Ребята За поддержку Она в этом месяце Очень нужна Так Так Т-34-159 Дарья его по лимиту Обогнал Но экономика Это у него пока Не лучшая Сейчас заберет За заезд Хороший гелик Почему синее пламя На такой стадии Не сделано Сейчас бы тут Так бы горнуло бы Ой С этим синим пламенем Чтоб вообще бы Жестко было бы Ну и так Аверс 9 дронов Сейчас пожег По-моему Вот Либератор Либератор Там залетает Ну Ксилнаги По-моему Спалил Рева Либератора Здесь тоже Сверху уйдет Скан на четвертую Пошел Десяти камни Проверят Спалить-то спалил Да ничего не предпринял Против Либератора Почему-то Сейчас Рева Вот он залетает На Три часа Начинает Пиу-пиу Делать Пиу Пиу Четыре дрона Уничтожено На третий Гидралы Пришли здесь Гидралы Ну два Гидрала Забрал Либератора Мавера Сразу Перераскладывается На газ На второй базе Одного Дрона убил Четыре Его закопался Зачем он закопался Я чуть не понимаю Если честно Лимит уже равный Но здесь вайперы Вайперы Очень-очень Сильно помогают В таких миксах Но У Аверса Уже Три Ой Три Старфорта Уже Ёма Сейчас Масс-масс Викинги Будут строиться Он сейчас Очень-очень Скоро Вперед Уже Пойдет Судя по всему Шесть Вайперов Но посмотрите На Грейдэй Одна атака На две Тирановских Третья Делается Но если Кстати Зеленка Зайдет То Все равно Может Неплохо Быть Здесь бы Надо камни Пробить Или Цельщика На шесть На шесть Числов Аверс Цельщику Собирается Запиливать Едут Гелики Вперед Не Ну Такое-то Количество Точно Отдавать Не Стоит Ну Криптумары Можно Выбить Немножечко Повыбивать Заходит Таверс Криптумары Сбил Крипов Центр Реву 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 Лешил Здесь Либератор Все еще Пытается Харасть Хорошо На газу Здесь Дрон Забирает Крайшком Ренжа Вообще Сейчас Либератор Будет Уничтожен Все-таки Споркой Наконец-таки Здесь Идет Выход Через Через Шесть Часов От Аверса С одновременным Прикрытием Собственно Грея Этим Выходом Дальней Базы Реву Идет Вперед Надо Сиджить Танки Аверс Что он Собственно Грея Делает Дал По Ручим Проходит Один Надо Двигаться Вперед Сейчас Там У нас Свайперы Пошли Аверс Пробивает Камень Все В дикой Куч Просто Находится Сейчас Так Идет Реву Вперед Надо Вайперов Выбивать Стараться Аверс Сейчас Здесь Танчики Надо Сиджить Либераторов Можно Разложить Сейчас Танки Притягивают Реву Либераторов Притягивают Нужно Инвиз Запилить Банше Сейчас Авто Так Дефенс Дроны Вайперов Выпиливают Викингами Аверс Сейчас Очень Неплохо Ну Хорошая Зеленка Прошла Танки Где-то Сзади Танки Вообще Не еруются Вайперов Отдает Аверс Сейчас На ровном месте Но Реву Полез туда В жесткий Лимит Аверса В танке В хелбатов Коров И кстати Говоря Похоже Что Аверс Здесь Может И отбиться А может И не отбиться 23 гидрала У Ревы Запиливано Где вообще Весь лимит Аверс Я чуть Не вкуриваю Вот он Лимит Сзади Танк Подъезжает Один Единственный Так Танк Наваливает Из-за кусков Сейчас Из тени Просто Аверс Сиджит Его Гелеончики Готовы Надо идти Отбиваться Что Аверс Делает А здесь В это время Кстати Пожог Он между прочим Четвертую базу Револьвера Уничтожил Уничтожил Аверс И Здесь Рабочих Какое-то количество Я вообще Не заметил Чем он там Успел убить Так все Это дело Здесь Гидра На скиллухи Приход Не На гелеонов Синим пламенем Бат говорит Пришел Пожог На 6 часов Врыв Сейчас будет Так Заходит Аверс Великами Жгет Сейчас Гидру Вайперов Принимает Вайпером Принимает Либерат Ой Тьфу Викингами Принимает Вайпера Я извиняю Что-то Заговариваю Себесь Надо Кидать Мулов Побольше Четыре Минералов Просто Не хватает Аверс Удика Первый Армур Уже Пошел Чейдингов Надо Сбрить Конечно Разбревает Аверса Рева Четвертую Восстановил Вот Она Четвертая Видит Что Здесь База Нет Аверс Также Прекрасно Видит Здесь Одного Танчика Можно Оставить И Здесь Едет Наказание Этой Базе Просто Подсканил Аверс Сейчас Хорошо Дронов Пожег Здесь Не знаю Сколько там Погорело Но штук 9 Погорело 47 В этой Игре Дронов Аверс Уже Сжег 115 139 Играта Равная Пока Идет Аверс Опять Какой-то Странный Выход Сейчас Делает Зачем Он Его Сюда Делает Надо Подтягивать Та Весь Прирост Сюда Просто Весь Абсолютно Что Аверса Пытается Сделать Запою Дроуч Танк Его Уничтожает Просто Сейчас Очень Очень Эффективно Скан Пошел От Аверса Он Идет Вперед Вайперов Есть Четыре Штуки Но Тут Кстати Так Притягивается Тор Танки Торчиком На Викингов Тоже Аверс Нелепо Недавал Зачем Он Так Лезет Так Гелики На Четвертый Заехали Жгут Здесь Танки Надо Тупо Увести Сейчас Все Назад Нужно Больше Как Можно Викингов Иначе Просто Не Законтрить Будет Этих Вайперов Так Сергей Владимирович Тридцатку Нас Бер Присылает Спасибо Оттеске Спасибо Тебе Большое Спасибо Всем За Поддержку Опять Заезд Геликами На Три Часа В этот Раз От Аверса Идет Пожог Неслабо 48 60 Парабам Пульс Аверса Рева Еще 10 Дронов Дел Вайперов Много Но Если Викингами Нормально Их Проконтрить То Будет Все Хорошо Причем Можно Делать Просто Сейчас Не Армур Даже На Сам Деле А В Вот Здесь Атаку На Викингов Не Знаю Почему Аверс Не Хочет Это Сделать Здесь Три Роуча Оставлено Здесь Видит Аверс Выход Минус Три Гелеона Неприятно Ну а Что Делать Рева Собрал Сперед Ати Да Аверс Затупил Викингов У него 5 штук Ему Надо Штук 12 Иметь И Тогда Вообще Все Замечательно Было Рейндж Турь Едком Нужен Обязательно Где Рейндж Турь Нету Рейндж Турь А с Восьмью Рейнджа Поверьте Турь Турь Нормально Шмаляет По сторонам Выдаёт Дэмэдж Так Что Худет Револьвер То есть Удайверс Видит Прекрасно Сейчас Так Строит Гасок Зачем ИМП ИМП Шнучку Вайпер Видимо Аверс У нас Аверс Рейндж Трел Потерял На Выбивании Дэпош 154 186 Лимит Игрейды У Аверса Конечно Серьёзный Но Если он Зелёнку Одну Неудачную Словит Он Может Просто В одном Бою Затерпеть И всё Как бы Первый Гост Готов Можно И по Снайпер Шотить И с другой Стороны Даже Не Ну Снайпер Шотить Если Гостов Достаточно Надо Конечно Аверс Рева Смещается А вот Он Пытается Через Шесть Часов Зайти Аверс Идёт На Муве ЕМП Где Нет ЕМП Минус Аверс Что ли Да Зелёночка Пошла Ой Как Неприятно Разваливает Древо Викинги Вообще Непонятно Где Летают Просто Ну И так Косяк Очень Большой Со стороны Аверса ЕМП Не кинул Ни хрена Не кинул ГГ Пишет Аверс Это То О чем Игрил Одна Битва Проиграна И Все А Вроде Как Неплохо Смотрел Саверс Да Там В этой Игре Но Револьвер Подловил Его Надо Аккуратнее Выходы Такие Делать Что Тут Скажешь Еще Так Мистер Килла Сыграет Надо Криве Заходить Что Тут Говорить Еще Тейлз Там Поверх Часть Сетки Идет Весь Донат Который Присылает Мне Сам Скидывай Через Гп Ну Я Херней Не Собираюсь Заниматься Ребят Всякой Вот Я Прошу Просто Всех Через Плеер Поддерживать И Все По Возможности Как Ну А Нет Мне Это Точно Не Нужно Пацаны Удачно Тебе накопить Кедра Вачи Гри Тебе Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас игру досмотрим, покажу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Шпиль это очень интересный вариант, но до него еще 30 секунд, а здесь уже начинают камни пробиваться. Фаерпулы по оверам пошли, здесь надо овером контролить. Овера Реву отводит сейчас нормально. Заказывают еще роучи. Морфит ревенджеров несколько шипсоверается бой принимать. Там плюс два, и я бы не стал бы на самом деле на месте Реву так вот бой провально принимать здесь в центре. Шпиль тем более, вот готов шпиль. Да какие роучи-то сейчас была возможность мутки как раз заказать. Реву почему-то не заказывает мутку, это очень странный момент, честно говоря. Он собирается бой принять, позицию занимает хорошую. На фаербулах не дает нормально здесь оппоненту вырываться. Три муталиска первых пошло, надо ставить строить на третью базу рабочих. Здесь опять рабов раньше добавил оппонент, чем Рева. И вот мута может подрешать, как мне кажется. Так, пять муталисков уже заказано. Ну нужно подкопить, я думаю нужно штучек 8-10 подкопить и вырваться ими просто вперед этой муткой. Будет Реву подкапливать, не знаю, газ на третий ставят, 44-62 по лимиту. Нет, это просто муталиски как бы, чтобы оверов пособирать, видимо. Ой, как на фаербулах Реву тут материал, блин, оверов-то. Вообще дичь, просто совлайблок, постоянно 188 на 162. Что-то я не знал, что этот чел вообще умеет играть. Куда мутка-то полива? Вот, давай, поливай Реводжеров, что ты делаешь, Рева? Куда он вообще побежал, непонятно. Куда он бежит-то? Странное решение. Езжать вперед, как и Реводжеров убивать. Стоял бы под королевами, под спорками, нормально бы, да и все. А Рева что-то на ХГ там встал. А что, Рева на ХГ встал? Заходит его оппонент, на ХГ отдается просто. Здесь дроны, куда дроны-то едут? Не вкурил я вообще. Дронов что-то наотдавал сейчас Рева. Но мута очень сильно решает здесь. Лимит уже ровная ситуация. Муталисков нужно переконтролить. Надо не отпускать здесь армию вот этого красного зерга. Он третью хату убивает сейчас. Но нужно идти и ломать его просто. Шатает Рева идет оппонента. Фаербулами Реводжера надо бы выбить. А то сейчас он тоже кинет. Ну вот, дал Фаербул кинуть, чтобы фокуснуть. 140 на 110 по лимиту. Надо идти добивать Реводжера. Это жмет F2 очень часто. Зачем-то он, я не понял, куда он вообще... А, вот здесь Реводжера пытаются зайти. Надо минуснуть этих Реводжеров просто и все. И через центр спокойно выход делать. Просто убивать эти... Там 13 муталисков, сколько у Рева есть? 10 и 3. Ну, тоже 13 у него. Правда, без грейдов вообще. Здесь один роуч доходит. Здесь мутка летит. Здесь порка уже есть. Там четвертая база ставится. Реве тянуть время нельзя. Здесь 15 муталей. Вот запилено, кстати. Обратите внимание. Спалит Рева эту ситуацию, что мутка выходит. Да, спалил, кажется, мутку. Надо отступать. Надо... Ё-моё, как поздно Рева. Вот ошибка, что сейчас в контратаку не пошел. Ломанулся всеми вперед и мог бы убить бы сейчас. Что у нас по муталинскому? 11 в 15 сейчас ситуация. Гидроден Рева ставит. Нужен ему гидроден-то вообще? Королевы где? Королев не наблюдается. Муткой пытается увести. Здесь роуч в контратаку пытается спать. Ну нет, здесь слишком много муталинсков. Какие роуч в контратаку? Я даже хозя. Здесь мут наваливает. Вообще будет здоров. Очень долго Рева идет вперед. Так, пытается отвлечь здесь муткой своей, мутку вражескую. Теряет два муталинска. Роучим дает возможность зайти сейчас на третью. Бас тоже будет врыв. Здесь ринги без му выходит. Ринги будут уничтожены. Третью хотя превию убить оппоненту своему. И то уже неплохо было бы. Так, заходит на третью. Ринги вырвают. Но там четвертая, правда, есть при этом. Все. Здесь рингами отбил. Справа му у урингов. Нет, что самое интересное. На третьей базе проблема. Рабочие падают. Надо на четвертую вести несколько роучей хотя бы. Здесь роучи возвращаются. Роучи вообще у Рева стоят. Геннад с гидралов заказан. И что эти гидралы без роучей сейчас могут сделать? Я чуть не понимаю. Так, здесь мутка на мэй. Ёма, сколько здесь муталинска? Рева встал. Муту отдает 25-6. Здесь она никуда не полетела. 28 муталинска. Это минус Рева, ребята. Печально, но это минус Рева реально. Как-то непонятно это было. То есть, как мне показалось, нужно было сразу ломануться. Вот если бы сразу Рева пошел в атаку, там и муталинска было бы меньше. И был бы тайминг нормальный прихода как бы. Ну, вот такая вот ситуация. Вроде все великолепно, четко сделал. Но то, что дома стал сидеть, в итоге привело к такому обидному поражению. Ну, лимита Рева не вил там. Но учитывая, что ему третью убили, надо было ответить за третью. Просто пойти. Я так думаю. Короче. Смотрим сетку. Что там можно еще посмотреть. Кин против супера тут намечается. Я смотрю. Где у нас кин? Супер в игре. Тебя что-то не видно. Продолжение следует... Поехали. Поехали. Продолжение следует... 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 Так, летает реперочек, кидает гранатки, и раскидываются пробки. Но репер погиб. Блинк сейчас будет готов. Делается робо-бэй, очень похоже на билд а-ля шоу-тайм, что ли, здесь у нас. Возможно, да. Мазеркор на мэне, если это в сервере будет или нет, здесь я не знаю, но сейчас минки будут дропаться, залетать. Да, колосс, пашу, смотрите, шоу-тайм и билд, теперь все начали играть практически. Чисто с сталкерами выход колоссов, но кин собирается дропнуть минки, не знаю, правда, что из этого выйдет, сейчас посмотрим. Копается минки, супер, очень прям медленно реагирует, должен я сказать. Ап-сервер где? Ап-сервер где-то далеко, очень, оба очень далеко. И как собирается супер-выбить эти минки? Здесь колосс строится. Отменил бы, заказал ап-сервер, пока этот прилетит. Ё-моё, сколько времени же пройдет. Они сейчас закулдаунятся, еще раз жахнут, нужно просто увозить рабочих сейчас. Супер этого не делает, это косяк просто гигантский сейчас был. Ну, увел вовремя, здесь рабу повезло, в газ ушел. Но здесь зато второй сплэйш приманил к себе, блин, что за ошибки глупо. Так, оверчаж оставляется, минки падают в итоге все-таки, но они уже проблем создали просто немало. Две фаржи пошло. Сейчас плюс двум, гейтам, опять гейтам будет, колосс один еще, второй строится. Что у нас здесь? Здесь у нас выход в третью цельщику идет. Так, 60 пробок, 55 ксм. Ну, в принципе, у тирана тоже эко... Ооо, рейндж либератором, кажется, скоро будет у кина. Вот это уже опасно. Ну, в принципе, с колоссами можно драться хорошо, учитывая, что по гейтам сейчас нагонят супер очень хорошо кина. Есть еще 2.2, закажет вовремя, так вообще замечательно будет. Здесь, кажется, уже четвертый нексус. Нет, просто пилончик для контроля от дрохов на 12. Куда скан был, я даже не понял сейчас, если честно. Сталкерок поддержал ваш канал на сумму 103 рубля и сообщает в копилочку. Эх, жаль, что С, С, Н, Г, Старкрафт мертв. Ну, оно и понятно. Спасибо за стрим, Помми. Спасибо, Сталкерок, тебе большое спасибо всем, ребят, за поддержку. Она, как вы знаете, в этом месяце важна очень и очень сильно, поддержка. Улучшение завершено. Так. Так, 2.2 здесь заказано. Здесь армур додел. Тоже 2.2, кстати, сейчас будет заказано. Прошу прощения, добавил, поддерживал еще человека. Еще один колосик. Ну, куда-то перебором. Вот, Шоу Тайм 3 строит и все. И хорош, переходит уже других юнитов. Прошу прощения, банк. Прошу прощения. Прошу прощения. Так, падают ещё одни камни здесь. В центре выбито, вы видите, выбит барак. Так, идёт Кин вперёд. Либераторов реально много, но здесь просто нормальное количество эмитов. Через 6 секунд будет грейдов. Надо сталкерами спуститься, что и делает, собственно, Гра Супер. Спускается сталкерами своими вниз, пытается ещё туда-сюда ходить. Будет ли налом, я не знаю, сюда. Но, думаю, должен быть как раз 2-2. Сейчас доделаются грейды. Либераторы перераскладываются сейчас. Будет врыв адепт. Нет, врыва не будет. А что Кин ждёт? Что здесь ещё жёстче разложится? Что я не понимаю, оппонент его. Да, вот здесь всё облучить. Сейчас Либераторы с рейнджом начнут здесь всё облучить, а это уже вообще неприятно очень. Так, ну быстро, в принципе, выбил. Зато на второй базе Либератор прилетел и напрягает очень-очень неслабо. Ну вот досиделся здесь 200. Сейчас ещё сюда Либераторы прилетят. Как здесь драться просто? Для меня просто загадка. Мне кажется, надо сбоку обойти сейчас и попытаться просто так. Перераскладка пошла. Кин хорошо здесь раскладывается. Супер вообще не реагирует. Стимпак. Просто стоял-стоял. Что-то достоялся до того, что убивают просто в лоб. Пошёл замес. Под Либераторов идёт. Либераторы выбивают. Три штуки уже уничтожено. Надо блинкаться ещё дальше. Нексус упал. Сталкеры падают. 170 на 160. Это минус супер, ребятки. Либераторы очень больно. Ну очень-очень-очень больно. Они сейчас стреляют и убивают. Потому что нельзя давать тирану так разложиться. Нужно его ловить на муве стараться. Лимита ж до хрена было. Дашь ему так разложиться и всё. Печаль поумая, блин. Ну и даже если супер сейчас отобьётся здесь. Что дальше-то он будет делать? Нексуса нет. Лимит провальный здесь просто. Здесь Либератор заблочил. Мародёры какие-то пилоны ходят, выбивают просто на ровном месте. Ещё Либератора прибрывают. Три-три, конечно, будет сейчас очень скоро у супера. Да, может быть, Три-три подрешает. И то я сомневаюсь. Здесь мародёры врываются. Их просто нечем остановить. В печали вообще. С пробки начнут. Ё-моё. Не, я думаю, здесь тиран не упустят. Это будет, скорее всего, уже. Улучшение завершено. Так, чё-то гудгейм, ребят, умер. Поэтому аккуратнее. Элипортация завершена. Перворождённые выстоят. Ваза атакована. Так, идёт замес. Супер, кстати, хорошо в этот раз бой принимает. Чё-то я его похоронил. А он здесь на свой запас ресурсов отрол. Ну как же часть армии провально дерётся. Ай-яй-яй-яй. Супер, что ж ты делаешь? Ходят на муви под Либераторами. Что это за хождение-то такое? На муви они же так больно стебают. Всё. Так, 107 на 140. Дерётся кин здесь. Супер еле-еле, но отбивается. Передров на мэнь. Что он убьёт, пока не знаю. Можно Старгейт срубить. Пилон надо срубать. Срубает пилон. Роботик, кстати, отключенный. Сейчас будут падать медиваки. Это всё, скорее всего, уже никуда не денется. Ну там 3-3. Там викинги. Там всё в порядке. Здесь поля, правда, первые у супера строятся. Если он каким-то чудом ещё раз круто подерётся, может что-то и получится. Пока я отвлёкся. Тут он какой-то... Я просто ГГ хотел обновить. Убедиться, что он не работает. Действительно, да, ГГ упал. Что-то там, не знаю. На густе сваливают медиваки. Здесь приходят просто серьёзные. 155-105. Викингов реально много здесь есть. О, и две атаки уже на воздух. Не, ребята, это жулики. Две атаки на воздух. Ничего не поделать будет. Так, а адепты на второй урываются. Ну и Кин внимателен реагирует. Здесь движуха идёт в центре. Как и не в центре, точнее, около пятой базы тирановской. Так, пошёл замес. Викинги хорошо. Колоссов просто сейчас попустят. Смотрите, колосс раз, колосс два, колосс три уже падает. Био пока держится. Вот если бы это был ход, то, конечно, колоссы бы пожёстче пожгли. Но так как это лот, в колоссы жгут так себе. 110 на 70 по лимиту. Здесь адептский падает. Сейчас прирост сюда подойдёт. Я думаю, нам можно будет спокойно драться уже кинуть здесь. Так, мародёры погибают. Можно викингов посадить. Смотрите, сколько их до хрена здесь. У оппонента ничего нет. Но решил, судя по всему, кин викингов посадить там. На четвёртом Нексусе. Потому что здесь их нечем вообще принять. Супер пишет. Да, и викинги сели, прилетели. Через шифт, видимо. Ну, это ещё не конец, ребят. У нас ботри здесь, между прочим. Так. Сверху там, я насколько вижу, бомбит всех Биллу и ждёт не Фаст Тейлз победителя. Ну что, игры следующие. Всё нормально. Сайт поднялся и работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, вторая игра, кин ведёт. Сейчас я вернусь сюда. Отлично, что ГГ поднялся. Смотрю в конфу. Так, Руан, втроём ИСТ имеешь в виду с Димагой и Братком. В общем-то, да, я думаю, что мы будем ещё играть. Обязательно. Да, с одной четвёртой иду в Бу-3. Всегда на гол поиска. Поэтому, да, здесь пошло Бу-3. Чё-то пролетел Риппер туда-сюда. В этот раз Твайлайт очень-очень ранее, обратите внимание, у Супера. До Роба, до всего вообще. А здесь третий ЦЦ у нас халявный. Вот это халява. Кстати, можно таких тиранов нужно, блин, к пушам стараться пробивать, я думаю. Не знаю, зачем, правда, так... Иначе Твайлайт такую рань ставить. Ну, Роба делается. То есть можно просто-напросто будет Роба плюс гитов добавить. Сейчас из шести гитов пушнуть. Например. Таак. Плюс три Сталкера, два пробки строятся. Роба готова, а все Роба первые заказаны. Никаких подпушек не будет. Супер-сверхпассивно действует здесь, признаться честно. Подкинуты Сталкеры. Риппер уходит в сторону Ксилнаги. Надо Рипперами, этим Адептам встретить Риппера-то. Он сам пришёл сюда. Супер-мимо, наоборот. Сейчас надо было ударить. Он мимо что-то контролит. Так, Адепт сейчас зайдёт. Минус Риппер, вот напоследок минку после тебя оставил. Ну, Адепт должен был убивать. Непонятно, Ким не законтролил Риппера. Сейчас здесь три Барагды. Пошечка пошла в странном месте. Каком-зачем она здесь вообще нужна? Газ добавляется на мэнни очередной. И выход Старпорт идёт. КИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, что-то сталкеры постреляли туда-сюда. Не стал супер ломиться. Здесь адептов будет уничтожено. То же самое опять, в общем-то, колосса с рейнджом. Вот. Билд в ПВЗ. Играй через два гейта, один газ. Вот. Двух адептов. Но заказываешь кибернетчику. Газ один дует. Собака строится кибернетка. Ты строишь второй никсус. Второй пилон строишь на втором никсусе. Когда они достраиваются, там минуточку не хватает минералов, заказываешь адепт потом, в общем-то, двух штучек. Идёшь ими кушаешь, жерга прессуешь и переходишь потом в Глеб и просто, и всё. Ну и там дальше продолжение. Я бы так выиграл бы. Ну и можно через никсус еще играть иногда. Ну либо стандартный гейтгаз, никсус тоже можно в адепт выходить. Ну что ты, что ты такой красавец, да? Так, четвертый никсус там. Гейтог, семь штучек будет сейчас, да. Никсус четвертый своевременный. Здесь второй старпорт. Да, это похоже, что уранишь либератором опять со стороны кино будет. В этот раз как-то обогнал, ну, по грейдам, хотя не сильно обогнал, в принципе, просто. Здесь сейчас 2.2 тоже будет заказано, судя по всему. Субтитры делал DimaTorzok Так, минка минус. От блинки улицу сталкер. Здесь еще одну минку сейчас заминусуют. У нас супер. Колосс уже с двух роба строится прям. Что-то он любитель колоссов сталкер. Лучше бы сдрохнулся. Летел минус 10 лимита на ровном месте. Вот, по 3 либератора строится. Рейндж заказан. 2.2 не делает ни один, ни другой. Сейчас супер заказал 2.2. Молодец. Бустится 2 роба и 2 форжи. Все, что нужно, правильно абсолютно бустится. Здесь двойной дроп идет. В ней вижена пропса. Может быть больно сейчас 3-4 нексусу. Еще один маленький здесь, кстати, стоит. Тоже в бой пошел со своей воротвой. Нормально разваливают здесь рабочих. Пытаются нексус покуснуть. Кин. Нексус покусит он скорее. Ну, дроп отдан. Здесь все полегли. Тут тоже 2.2 нексусу. Сразу супер ставит. Четвертый, пятый. Выдает. Рабочих-то 64 всего. Ой, что, прикол, что-то душно стало, ребят, откроется. Что-то голова болеть начала под вечером. Жестко еще. Как-то прям реально жестко. Мне нравится. Мне нравится. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Ну и пошел выход со стороны кина. Все, либераторы с рейнджом. Их 8 штук. Делается атака на воздух. Сейчас в сталкер уходит. Что либераторов кина ставил, я не понимаю. Пропадет через центр. Сейчас идет. Видит, прот здесь ходит рядом. Все, раскладываются либераторы. Ну, очень быстро они раскладываются. На колоссов лезть не стоит. Адепт хорошо здесь побомбил сейчас либераторами у нас. Хороший подлинг от супера. Начинает минусовать либераторов. Двух заминусовал. Третий он из 4 кп ушел. Но был уничтожен в итоге этот тоже. 183, 168 по лимиту. Идут сканы со стороны. Киеве сейчас стоит. Постоянный. Так, пархонов супер добавил. Что-то кин как-то куда он пошел-то. Вот, стоит же прот с рядом прям. Планетарку лучше не отдавать. Раскладывается либератор. Просто что-то тут бегает. Ну, сенсор-тауэр надо запилить, по-моему, давным-давно уже. Так, туретки под либераторами пошли. Собрал супер вперед идти. Ну, кстати, плотность раскладки либераторов, то есть концентрация их огня не такая уж высокая здесь. То есть, если бы они здесь все бы в одном проходе, вот в этом бы были, были в этом, то тогда бы было бы жестче намного. А тут, как бы, они по-разному направлениям. То есть, можно произойти сюда, блинкануться, раз-два, выбить, как бы, три. И все, пока те перераскладываются, то уже время пройдет. В это время адепты там на третью пытаются зайти. Заходят адепты на третью. ССМ-ок разваливает нормально. Сталки-то куда пошли, ема. Отдача сталкеров, наверное, в месте большого очень количества идет. Адепты хоть тут подхарасили, а это неплохо. Третья атака, поля заказанного. Супер, шторм. Нексус шестой уже строят здесь для газа, чисто Нексус получается. На 67-52 парабам. Здесь надо переводить все с мейна, со второй базы желательно переводить, а то что-то уже там все кончилось. Гейтов новых добавил, супер, 10 штук будет. Запас по ресурсам уже определенный накоплен. Так, где вот они, 23 гейта, сейчас темписты, видимо, будут заказаны. На поля Дилы это плюс один, что-то на воздух не хочет заказать. Почему-то супер, не знаю. Тиран вперед идти не спешит пока. Так, врыв на планетарку будет. Да, посмотрите, пошел супер к планетарке. Тиран не готов защищать это направление. Пока что пошли штормы. Ой, викингам больно. Либераторы разложены, но далековато как-то. Бомбят по сталкерам, как с пулемета, который заходит сюда, потому что их очень много было сейчас, либераторов. Ну, а ЦЦ-щика была уничтожена. Сверху дроп значительный такой у нас. Нужен товар какой-то, чтобы от дропа защититься от этого. Так, здесь уже Остров, кстати, занят. Остров, это, конечно, очень хорошо. Здесь этот друг моментально просто сбивает на вновь заваркленных юнитов. Нужно идти отбивать Сталкерами. Сталкеры еще против этого биохруппки, на самом деле, очень-очень. Так, медиваки уходят, но тут Сталкер зато только погибает. Еще и пробок по фокусу у нас здесь кин. Ну, Архон приходит с эморфлами, с колоссами. Давайте, Архончика сейчас заберут еще, да? Забирает последним выстрелом, причем забирает мародер. А так бы он мог выжить на 4 хп, то есть из 10 и 4 осталось, и мог бы отрегениться полностью вообще, получается. Теперь опять вперед выдвигаюсь. Здесь есть лимит боевой у тиранов. Ну, а этот Нексус совсем не критично просто потерял. Он по 6 пробок сейчас просто шампует на эту базу и все. Они все туда и приезжают. На мэне все кончилось. Второй сейчас все кончится уже. Под блин, под либераторов идет. Криво они раскладываются. Похоже на 1-1 здесь, конечно, ситуация в игре. Но пока еще рано говорить об 1-1. Хотя экономика сильнее. Все гораздо лучше здесь у супера, чем у оппонентов. Что-то мувяков, что-то много. Это архонов. Е-мое. Куда тебе столько архонов на либераторах будут отдаваться? Здесь либераторы бомбят. Какое-то ЕМП пошло. Здесь медиваки летают. Отдаются. Куда архоны-то пошли в либераторов? Как наполучали здесь нас валивать вообще два без полей. Этими архонами точно здесь не вариант драться. Опять в центр идет. Супер. Пытается идти в центр. Под блин, под либератор. Кошел. ЕМП не вижу. Архоны врываются. Падают. Моментально. В принципе, нужно блинк. Еще ближе делать сейчас к либераторам. Нахрен драться-то в рейнже, если можно вперед пройти. Ну а либераторы кончают. 130 на 80. Четыре иммортала. Колоссы здесь есть. Сталкеры разваливают. Тоже очень больно здесь тирану. Это минус тиран. Еще и довар сверху был. ГГ пишет. Кин. 1-1. Хорошая игра была такая. Плотненькая, я бы сказал, макроигра. Так, ждет уже победителя Папи Джо в полуфинале. Ну и мы ждем победителя здесь тоже. Захожу в игру. Ну и мы ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и поддерживайте меня и мой канал За это всем громадное спасибо за поддержку, естественно Вот Конкурс тримеров, поэтому очень-очень важно Улучшение завершено Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, ребят, 2.48 уже игра идет Потерь нету пока Рипер, где он летает? Вот он летает, Рипер Ничего пока не убил Флайлайт первый супер играет Мне кажется, это правильная политика Я не раз об этом говорил, что робу, в принципе, можно вторым ставить, чтобы успеть под всякие дропы Особенно ты, если разведывал и видишь однобазовую В этот раз, кстати, без разведки супер это делают Просто если однобазовая и дроп минок, тогда может робу такого не успеть Но с другой стороны, из какие-то от тирана выходы сверхагрессивные, то это будет решать очень-очень сильно Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Так, пошел выход, здесь Либератор, что-то согрелись Хорошо, Супер парочку отфокусил Все, один, кстати, остался Надо заходить Суперу как можно быстрее Сейчас вперед, Адептики телепортируются Либератор падает, очередной 173 на 150 по лимиту Супер хорошо, здесь разваливает Очень своевременно нападает Гвардиан Шилд решает тоже, ну правда он решает На этих юнитах, там другие, без Гварда были Вот сейчас все в Гвардии оказываются Призму Адепты прикрыли, Мариков уничтожили Нужен до варп, еще 145 на 85 Это победа просто переворачивает Супер молодец Проигрывал по ходу встречи 0-1 Но все-таки забрел еще Смотрите, Гвардиан, всегда врубает Гвардиан Красавчик просто, респект отбомил За Гвардиан, конечно Вот, 2-2, Грэйдэ подъезжает ГГ, 1000 кинг Гвардиан, это плюс 2 армора Так, Супер Папе Джо сейчас будет у нас Битл, сверху Тейлз, что-то я не понимаю Они играют что ли там Тейлз до сих пор Да, они фасты этот играет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Так, мы ждем Супер Так, мы ждем Супер! Чарлик только что здесь, вдрых ушел куда-то Собаку взяли, это молодцы на самом деле Сейчас, ребят, секундочку А вот как раз и Чарлик я пришел Брат мой, иди сюда Ну иди ко мне, что ты Иди, иди сюда Вот это моська наглая Вот это моська наглая О, иди на окно Так, ну что ж, ждем супера У нас супера пока нету Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, конечная гвардия, она распространяется на союзные юниты Субтитры сделал DimaTorzok Так, секундочку Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, зашел я в игру, ребят Пвп, супер против Папи Джо Поехали Понемножечку Любишь эксперименты? Устрой свое сливки шоу World Вамерс, забей тут сейчас начнется политика, как его А так, да Бабло, деньги, вообще тупые, как бы, все Нет, оно нужно, как бы, модель-то капиталистическая, все-таки без этого никуда Но чистое стремление к этому, да Те уроды, которые животных выкидывают на улицу, у меня тоже поражают, конечно, знаю даже таких Людей Ну, это лунтики, блядь Либо они тупые, необразованные, либо просто черти, короче Ладно, давайте смотреть игру Здравствуйте, царь Что за стенка такая у Папи Джо хитрая, прямо пошла Здесь еще здание, вот здесь вот будет, видимо Здесь же стеночка по Азесту такая, типа пилон Здесь вот проходик Здесь еще есть, будет здесь верночка в итоге Естественно, линги, грызущие сталкеров, наносят полностью свой урон Насколько я помню, даже у Троучи и Гидралы, когда они вплотную руками бьют, как бы Они тоже наносят полный урон Когда анимация атаки идет милишная, это надо почитать на Аликвитедии У тиранов френджовые все, то есть, как бы, у них маяки и мародеры с прикладов не бьют, они всегда стреляют Так, чепион передумал супер так ставить, заказал по-другому Виквид Хера Ну, он играл на пролиге, да, там в какой-то команде Или на Китайских турнирах корейских, на соло турнирах, по-моему Ну, сейчас вот, я не знаю, даже играет он или нет Владимир2323, привет Проверяет супер проксик, куда ничего не находит И этот логического урона Гвардия, конечно же, не защищает Так, папе Джо косячно здесь как-то подходит, честно признаюсь За это он получал демиджи здесь адептом Ну, сейчас можно пробку забрать, попробовать будет Ну, пробку, правда, тоже он не забирает, нифига Сталкеры выходят Супер, иди ты ее сюда дальше Нет, повел и отдал Ну, что за ошибки глупые, блин Здесь сталкеры пытаются, заясни, не пытаются Вообще-то уходят адепты, адепты пытались зайти Я думаю, сталкер супер идет Это папе Джо вернулся своим, на самом деле Вот, все нормально Вот, все нормально Так, адептики обходят Сталкеры четыре от супера идет Сейчас аж здесь что есть Здесь два, три сталкера, сентриа, адепт Сейчас обсереж будет Спилон как-то кривоват стоит, я бы сказал Адептами можно прорваться сейчас Чтоб не зашли, надо иллюзию выпускать Вот в такой ситуации, да, как бы Реагирует супер На Гвардиан хорошо Ой, на Оверчарж хорошо сейчас Быстро Пытается пробить Филон Адепт телепортируется Зачем наверху телепортируешь? Не понимаю Хорошо, супер Зашел пробок Попокусил Не знаю, мне кажется В лоб бы выгоднее было драться Четыре сталкера сентриа Против двух сталкеров четырех Может не успел эскейп нажать Бывает такое, конечно Супер, а блинг больше готов Чем у папе Джо Но у папе Джо экономика лучше Здесь кажется Пуш на блинге пойдет сейчас Пуш на блинге Так, опса Овса минусует Папе Джо Здесь супер отдаун Короче, папе Джо Как-то по лимиту По всем параметрам Вообще сейчас ведет Так, а сверху Догодите-ка Я сейчас хочу глянуть сетку Так Что-то у нас одни процессы Уже остались По-моему Разработка Я здесь Среди Так, прикрою-ка Ну что-то холодно Опять стало Так, здесь супер камни шатает Зачем он камни шатает Даже не знаю Зачем Что-ли-что Вперед Быстрее идти Прирост Быстрее шел Двигается Супер Здесь папе Джо Тоже ходит Призма Прямо рядом Находится Блинк есть У супера Но папе Джо Сбивает Призму Оппоненту Очень-очень Не слабо Сейчас на Супер включил Гвардиан Был бы Фил Ну хотя Фил бы он Сюда поставил Но сталкеры Потом бы ушли Просто спокойно Кстати Супер Посмотрите Адепт Супер Отлег Отступил Назад У папе Джо Все замечательно У него рабочих 54 на 42 В его пользу Сейчас У него Дестабилизатор Уже первый Есть Супер Адарки Вперед Пошли Есть Обсервер Побежал В армии Нет Обсервера Нет Но он что-то Фотон Общественно Заказывал А Он Даркшайн Спалил Нет Не спалил Странно Даже Как-то Прямо Я смотрю Так Два Дарка Сто 10 центря Зачем Так Разведывательная Стоит С полной Энергией Причем Сейчас Дарки Ее Просто Выпилят И все Супер Идет Дисцентр Гуляющийся Ему Залп Просто Один Он Охладит Свой Пыл Сейчас Неплох Тут Несколько Адепт Побежо Забирает В то время Дарки Зашли Отдаются Два Дарка На Двух Фотонках Просто В легкую Здесь Тоже Отдаются Дарки Так Дестабилизаторами Папи Джо Стреляет Ну как-то Мимо А третий Что У третьего На КД Судя по всему Выстрел Сейчас Так Пошел Очередной Залп Всего Одного Адепта Забирает Папи Джо Я думаю Это победа Для него Для Папи Джо Потому что Вы видите Лимиты Какие Хорошие У него Так Дестабилизатор Стрелял Мимо Здесь Адепт Билон Бьет Зачем-то Непонятно Блинк Есть Надо Подлинкнуться Конечно Что Папи Джо И делает Супер Огонит 78 76 108 По лимиту Папи Джо Как-то Приятно Удивляет Своей Игрой Меня Реально Требят По лимиту Продолжение следует... 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 Играет музыка. Так, здесь супер пробочку хорошо встретил, убил. Так, ну выходит сейчас... О, нет, здесь уже третий Никсус есть, у суперы уже плюс два делаются. В этот раз супер гораздо лучше начал в этой игре, я вижу, да у него вообще все замечательно, я даже сказал. Старгиты строят, чтобы контрить, видимо, дестабилизаторов залпа. Законтрит или нет, посмотрим. Да должен законтрить, почему не законтрить. Моё сознание пробудилось. Я здесь, среди теней. Моё. 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 Четвертый Нексус пошел У суперосчика Так, добавляются Архивы Темпларов Плюс вот почему-то Фарша стоит, делается Грейт Уже не первая, блин, и не бустится она А, ну три буста в Робо И в Старгейты запили Она супер приоритетная, видимо, считает Эти, ну не знаю, почему, по-моему Плюс 2 обязан Бустит просто Так, дестабилизаторов строить Не собирает, супер Ну может быть, как-то вырулят здесь Папиджон На дестабилизаторах, но Фениксов уже Четыре, еще два будет, шесть часы А та, ой, Грейды намного лучше Здесь То есть армия будет разваливать жестко Супер двигает вперед Призма Архона и Морклы, много-много Всего здесь есть Фениксы Выдвигаются вперед, иллюзия полетела Надо идти убивать Либо как бы Так, а где зелки у Супердома? Тут зелки Чаш уже есть Да, погодите Игли А Чаши Глепа А почему блинка нет? Блинк тоже пригодится Надо блинк всегда делать Здесь пробки с мейна, по-моему, поехали Да На дальнюю четвертую Надо, может, даже пару фотонок на такой стадии Поставить, на самом деле Еще два Феникса делаются Ну, больше восьми Я думаю, не надо Фениксов Надо просто их применять, этих Фениксов То есть Не сидеть до бесконечности А идти, нападать Почему божешь? КА-200 лимита И масс-масс дестабилизаторов Они по-любому Ты их всех хрен поднимешь И Какой-нибудь-то дострелен там И попадет Хорошо Так, сейчас Архоны будут У Победжо сливаться Что-то пока не сливает Непонятно, зачем Шторма нет Ничего нету Че он все штурмяков-то водит Не слитых Ё-моё Идет вперед Супер Поднимает дестабилизатор А-а-а Зафитбэчить Фениксов Хотел Это хорошее, конечно, решение Но дальше что? Дальше он просто огребает здесь И Эта печаль полная Так Два Архона У Победжо достроили Здесь Пару раз стрелял Дестабилизаторов Две штуки Все осталось Я думаю, здесь дожмет Изи Супер просто Еще Архончиков сливает 44-172 по лимиту Долго-долго ходит Взад-вперед А, вот он наверх идет Четвертый нексус отменять Четвертый, кстати, хорошо отменить Тем более, что нужно Еще доварбливать Чтобы у него это сдать Сейчас несколько пилонов Будет уничтожено Пришел Супер Что-то И уходит Решил, что этого Дэмэджа достаточно, что ли? Ну, не знаю По-моему, так убивал бы Уже наглухо Зилок машет Своими Мечами Ломает Пилон Приходит Супер Дестабилизаторов Поднимает Всех Поднимает Дестабилизаторов Ими ставит точку В этой игре Наконец-таки Это 1-1, ребят Сейчас нам нужна будет Третья игра В этом матче ГГ Супер Пишет Спасибо В смысле Папе Джо ГГ Пишет Прошу прощения Ну, третья игра Сейчас будет Так, через секунду Вернусь, ребят Подождите, пожалуйста Продолжение следует... 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 Так, все, я здесь... Кто на Близконе... Инфы, кто на Близконе... Все есть... Инфа... Так, 1-1... Фениксов... Как он бороться собирался... Он... Построил просто... Фидбэки... Ну, птич-штурмляков... Пытался зафидбэчить... Фениксов... Так... Будет ли сталкер... Прокси проверять... Да, пошел Папе Джо проверять... Прокси... Ну, и спалил все... Здесь два сталкера... Вперед идет... Что Папе Джо... Что Папе Джо... Собирать сделать... В ответочку... Тоже роба пошло... Пытается супер... Этот наглый Нексус... Наказать, собственно говоря... Мазеркором... Нельзя ставить сейчас... Оверчашу... Он пригодится позже... Для обороны... А вот сейчас... Уже пора ставить... Оверчаш... Потому что... Сентрях... Вперед полезло... Сентрю Папе Джо... Теряет... Иммортал не заказан... Здесь уже сейчас будет... Иммортал... У супера... Так... Три пилона... Ну а что толку... Оверчаш еще всего один... И все... А здесь шесть сталкеров... Уже бомбит... И Иммортал идет вперед... Уже бомбит... Уже бомбит... Это как-то... Вот сейчас... Не успеет Иммортал... Достроиться... Это катастрофа... А он не успевает... Достроиться... Варп не успевает... Сделаться... Вот как... В СТЕРКАФТе... Решают... Секунду... Просто... Ребятки... ГГ... Пишет Папе Джо... Ну... Молодец! Супер! Я думаю, что нужно было папе Джо. Не робо, может, мозги и тамеет попытаться законтрить все дело. Ну, без робо с Имморталом тяжело драться, на самом деле. Супер в финале. Тейлз бьется. Тейлз. Играет Тейлз-то у нас там? Да, наверное, играет. Тейлз-то у нас там. Так, ребят, пильну рекламу сейчас чуть попозже. Тейлз-то у нас там. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, секундочку Хорош, суперфинал Супер против Тейлз у нас будет Корейский сейчас финальчик Ну что ж, ждем Мы его Пока ни хрена не начинается Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И за очки Вот в воскресенье будет Гоу-гоиска за еврики Поэтому приходите смотреть Будет интересно По-любому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Выходит Мазеркор Сталкеры вперед У Тейлса пошли Старгейт Заказано здесь Адептики обходят сверху Не стал супер врываться в лоб После адептики сталкеров Нексус заказан Кривейший оверчаж Адептики уже вышли Зачем ты выстрел Ты творишь что Своего адепта Сталкеров начал контролить Супер сейчас Контроль вообще какой-то странный Вообще косячный контроль был сейчас от супера Плюс он вообще адептами Не пытался даже фокусить рабочих Это было бы Очень странным моментом таким Музыка Узывы Адептики Музыка Продолжение следует... Ну что, Оракульчик вперёд летит. А влетает сверху. Ну здесь Мазеркор стоит. Плюс 6 сталкеров на второй. Везде всё у Супера прикрыто, в принципе. Влетает Оракул в ногу. Супер вообще не реагирует. Реагируешь ты, ставь... Это что, корейцы что ли? Я не понимаю. Что за реакция-то заторможенная? Видишь, здесь он сюда будет раз-два поставил, всё. Тем более он отлетал. Как Супер Медленный-то какой? Я не знаю. Это не Супер, это... Это Медленный. Это Супер Медленный надо называться. Тогда просто, я не знаю, если так реагировать. Так, Адепты будут прорываться сейчас. С Призмой прям дропаться будет, что ли. Да, будет прям с Призмой дропаться. Супер делает Блинк. Тейлса что? У Тейлса плюс 3 гейта, заказано 4 гейта. Это какой-то пуш, судя по всему, от Тейлса будет. Ну какой? Твайлайта нету. То есть, что здесь можно пушить вообще? Как здесь может, точнее, пушить? Если пушить с Иммортлами, то это и мы должны быть с Адептами-Глефами. Может, какой-то у Тейлса есть другой свой вариант? Со Сталкерами? Ну нет. С Глефами-Адептами хотя бы через Филды можно проходить там неплохо. Так, Ревелэйшн пошел. Здесь уже Блинк есть. Нексус 3 здесь отсутствует. Пошел выход. Призма нет. А, погодите, есть Призма. Че я вру-то вам? Конечно, ребят, че я вам соврал. Призма есть. Выход идет третьему Нексусу. Ну пока что какой-то бред реально Тейлс делает. Адепт, я смотрю и думаю, что он как бы хочет сделать. Я не понимаю. Вот. При всем при том, что Тейлс буквально недавно там на турнирах других там, а всяких там на других серверах он отыгрывал, как вообще царь молодой. А здесь какой-то бред делают. То есть, как будто два разных человека, по-моему. Хотя, смотрите, имей там больше Тейлса. Почему без Адепт? Что за странный пуш с талкерами такой? Не знаю. Ну, имеет место быть... А, типа контроль на Призму. Ну почему нет? Зелки плюс Талкера плюс контроль на Призму, в принципе, как бы, я думаю, что может зарешать это все дело. Так, эморку подстраивает. Супер. Ну что, пушат, пушат Тейлсы, пробивает. Какой пинг-то там через три секунды он поставил? Он просто не хотел ставить, он тупил, где-то в другом месте контролил. Во-первых, такого пинга там нет. Во-вторых, очевидно в том моменте было, что там не в пинге дело, а в том, что Супер сам протупил. Он думал, ставить или нет, в итоге поставил очень поздно. То, что он очень поздно поставил, может быть, чуть-чуть пинг сыграл роль. Не видно заказанных зданий. Закрывает вебка немножечко там это все дело. Закрывает вебка. Закрывает вебка. Продолжение следует... Все, ребят, я в игре жду начала. Поехали! Начало есть. Погнали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо на зданиях видно, что в продакшене. Но в этом интерфейсе не видно из кадла робот, что в продакшене, к сожалению, в зданиях. Может быть, какие-то специальные карты можно создавать, но специальный нужный интерфейс другой качать. Геймхабовский самый удобный, в принципе, поэтому смысла я не вижу. Да я, в принципе, всегда озвучиваю, что строится для вебки более удачного места, чем это, в принципе, нету, как бы. Так что, что делать тут еще? Так что, что делать тут еще? Так, супер два сталкера бустит. Здесь у нас прокси робо, причем вот поставь ты здесь подальше. Здесь ведь линия, как сталкеры бегут, собственно, так их могут и перехватить просто здесь. Так, робогейт пошел, супер проверяет, обнаруживает все сейчас. Прекрасно, робо нет, тут ошибка, что робо не делает супер на самом деле сейчас. Очень серьезная ошибка с его стороны. Так, сталкеры приходят, начинается контроль. Здесь еще два сталкера вперед идут, еще два строятся. Надо подгустить одного, чтобы одновременно выходили. Иммортл надо пилить сейчас. Иммортл пилится. Густ в него поставлен. Ну что, здесь вар тоже скоро доделается. Пилону супер ставит, робо позднее, бустятся гейты, в которых ничего не строится вообще, блин. Сейчас варп надо бустить, третий гейт делать. Этот билд отбивается с нормальным робо, с нормальным таймингом робо. Вот, ну что-то Тейлз перестает быть мертвым реально в моих глазах, просто очень-очень долго. Он вообще не мог никого выиграть, играл ужасно как бы, а сейчас смотрю, Тейлз что-то прямо, ну, бушует как-то. Разваливают всех прям на ура. Ух, минус сталкер один пришел, Тейлз сразу суперу убрал. Десиморф заказан, адептиками развести можно на мейн зайти просто, развести на оверчар. Сейчас супера просто на изичах, что называется. Да что, бавить, стоим один пилон, блин, смешно. Десиморф, вы здесь вообще до хрена всего, блин, есть. Пошел варп, медленный пилон подстроил сюда, видно, что он на робо стоит, не на гите. В итоге медленный варп. Надо атаковать, все, нет оверчаржа, адептов нужно взять с собой сейчас. Обязательно, адепты не прикрывают, они по зилкам-то бонус имеют. Так, адепты на мейн захудают, да, телепортируются на мейн. Начинает Тейлс разваливать, это 2-0, скорее всего, в пользу Тейлса. Кстати, здесь пилонов нет, ГГ супер пишет, вообще в хлам. АПМ не успел включить, но можно глянуть на самом деле. Вот, 384 супера, 214 у Тейлса. Все, хорош, ГГшечка. Так, убираю задержку, сейчас сделаю стоп-старт, возвращаюсь к вам без задержки. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова